Шагом! До начала парада чуть больше часа. Последняя репетиция барабанщиков кадетского казачьего корпуса. Здесь же рядом в полной готовности к самому торжественному событию года и казаки из разных районных казачьих обществ. По площади проносится смирно. Атаман казачьего войска Николай Далуда чеканит шаг. Войсковой собор Александра Невского. Отсюда начинается многотысячное шествие. Молитва – это традиция. Казаков ведь перед важным делом без благословления Божьего не обойтись. О благоденстве кубанского казачьего войска молится владыка, митрополит Екатеринодарский, кубанский Сидор. Четыре тысячи казаков. Из них больше тысячи учащихся казачьих классов, кадетских корпусов. За последние годы кубанское войско заметно помолодело. У нас учат кодексом казакам, чти старших, уважай старость, будь родолюбив, не бездействуй, береги семью и будь ей примером. Молодежь идет в казачество. Вот посмотрите, здесь 50% людей до 30 лет. Учим защищать родину. У нас, вот у меня три казачьих класса, сегодня на параде будет казачий класс. Мы с ним занимаемся и военной потокой, и стравовой потокой, и в церковь ходят, и присягу принимают. Старики от такого состояния дел на Кубани в пляс готовы пуститься. Я радуюсь, что возродилось. Когда-то мы были загнати. Я не имею права в Черкесу ходить. Многотысячное шествие казаков начинается от Соборной площади. Сегодня кубанское казачье войско отмечает 23-ю годовщину реабилитации казачества. Прежде парад назвали символом возрождения военного сословия. Теперь казаки – оплот силы, могущества и безопасности не только Кубани, но и всей России, что и доказали на Олимпиаде в Сочи и в трудные минуты в Крыму. Пройдя по улице Красной, казаки собираются на театральной площади Краснодара. Почетный караул выносит регалии и войсковое знамя. Атаман войска Николай Далуда принимает командование парадом. Казаки исторических отделов Кубанского казачьего войска для парада построены. История казачества – это история несломленной воли, обращается к участникам парада казачий полковник Александр Ткачев. За годы гонений казачий характер стал только крепче. И в новой истории России кубанскому войску доверяют так же, как когда-то казакам в царской России. Охранять порядок на своей земле, отстаивать честь своей страны, защищать рубежи Родины. Новой истории казачества чуть более 20 лет. И до недавнего времени мало кто верил, что казакам найдется и сегодня в современных условиях достойное применение. Что каждый кубанский казак по своему роду и призванию будет служить родине, родной Кубани. Но сегодня скептикам больше нечем крыть. Вот она, кубанское казачье войско. Реальная сила, которая помогает России. Это мы первыми в стране создали казачьи дружины для охраны общественного порядка. Я помню, как обращался к вам тогда и говорил, только не подведите казаки. И вы не подвели. Делом доказали, что вам можно доверять. И я вами горжусь. Я знаю, с какой болью вы, казаки, сегодня следите за тем, что происходит на Украине. По сути, там два десятилетия воспитывали поколения националистов и бандеровцев. А сегодня им еще и дали оружие и разрешили убивать. И я точно знаю, что вы никогда не допустите такого на российской земле, на Кубани. Казачьих дружин должно становиться больше. Мы обязательно найдем для этого средства и возможности. Потому что казаки – это сила, которая никогда не пойдет против своего народа. Потому что вы и есть народ. Вот. Господь за нас. Мы победили. Да здравствует Кубань. Да здравствует Россия. Нынешний год – год столетия со дня начала Первой мировой войны. И многие из тех, кто сегодня пойдут в парадных расчетах, потомки воевавших в далеком 1914-м. О бережном сохранении традиций, о передаче опыта предков подрастающему поколению, как об одной из главных задач, говорит атаман войска Николай Далуда. Мы собираем по крупицам все, чем жили наши предки-казаки. Что было им дорого. Обычай, уклад, быт. Мы восстанавливаем культурные ценности. Возвратили добытые в боях регалии наших предков. Это должно быть свято для каждого, кто живет на Кубанской земле. И у нас уже почти 37 тысяч молодых казачат, которым мы передаем самобытность казачества, как части великого русского народа. Привываем традиции, мудрость, щедрость предков. Нам есть чем гордиться еще потому, что за 20 лет новейшей истории кубанского казачества у нас появились свои герои, которых не стыдно поставить в один ряд с предками. 60 парадных расчетов – казаки Ейского, Екатеринодарского, Кавказского, Лобинского, Черноморского округов. Взвод барабанщиков, пешая иконная группы почетного караула. В исторических костюмах идут артисты кубанского казачьего хора. Сухумский, Майкопский, Баталпашинский, Таманский округа. Посмотреть на казачий парад каждый год приезжают из разных регионов страны. Сегодня в качестве почетных гостей – атаманы всех казачьих войск России. Рядом с Александром Ткачевым на трибуне командир полка сил самообороны Крыма. Я сегодня хотел бы выразить слова, наверное, всех крымчан и низкий поклон вашим казакам за то, что в самое трудное время наши братья, кубанские казаки, оказались рядом. И поставили свою грудь вместе с моими бойцами, не допустили в Крым коричневую чуму. Завершают парад воспитанники казачьих кадетских корпусов из Краснодара, Кропоткина, Новороссийска. Грандиозно, настолько масштабно, красиво. Моменты, когда шли барабанщики, когда были залпы, ну, знаете, прям вот мурашки по коже. Для нас это гордость, это наши корни, наши истоки, наша история. Мы пришли с детьми показать это великолепие, это единение современности с историей. И я думаю, что вот на таких вот примерах живых и воспитывается наше поколение.